Добрый вечер! На канале Бук-ТВ большие итоговые новости в студии Виктория Гапутина. Неделя позади. Самое время узнать о ключевых событиях, которые произошли в эти семь дней. В итогах недели самое важное из того, о чем мы рассказывали, а также то, что осталось за кадром. Будем вместе разбираться в этих событиях, чтобы понять, что они значат для нас с вами. Главная тема сегодняшней программы. Насыщенная программа рабочей поездки и серьезные принятые решения. Министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь Вадим Синявский совершил рабочую поездку в город Брест. Брест готовится достойно встретить День освобождения. В рамках месячника по благоустройству в городе прошли и проходят масштабные преобразования. Отдать дань памяти героям своей Родины. В Бресте прошел 34-й этап Международного марша мира. Акция России в поддержку сохранения исторической правды о событиях Великой Отечественной войны. А также создание партнерских отношений с общественностью городов Беларуси. Вы смотрите программу «Итоги недели» на БугТВ и мы начинаем. Министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь Вадим Синявский совершил рабочую поездку в город над Бугом. Программа визита насыщена и разнообразна. Так, на базе Брестского областного управления МЧС была открыта мемориальная доска в память о пожарных Брещины, погибших при выполнении служебного долга в годы Великой Отечественной войны. Затем министр принял участие в коллегии спасателей первого региона, где пожарные подвели итоги работы в первом полугодии 2024 года. Финальной точкой в расписании стало открытие пожарно-аварийного спасательного поста в агрогородке Муховец Брестского района. Все подробности у моей коллеги Василина Буцкевич. На базе Брестского областного управления МЧС прошла церемония открытия мемориальной доски в память о пожарных, погибших при выполнении служебного долга в годы Великой Отечественной войны. Мероприятие приурочено к 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Не случайно по всей стране, не только Министерство по чрезвычайным ситуациям, но многие другие государственные органы, органы власти и управления, воинские части и подразделения, органы внутренних дел, все те, кто в то время были в погонах и решали задачи по обеспечению безопасности страны, мы это очень остро чувствуем. И если какие-то исторические факты, давно установленные, лежали в архивах, мы сейчас их показываем людям. Только за небольшой промежуток времени мы уже много открыли различных мемориальных досок, памятников, мест поклонения наших пожарных спасателей, потому что нам нужно от чего-то отталкиваться, видя, что происходит в этом мире, какая несправедливость в отношении вот этих исторических событий происходит. Очень интересно, когда ты понимаешь, что 8 человек, которые служили в разные годы и в последующем служили в пожарной охране, тогда еще МВД СССР, они являются героями Советского Союза. Но это же нужно знать. Поэтому мы эти мемориалы установили на наше пожарно-аварийно-спасательное подразделение, где они служили. Сегодня установлено, что Николай Гастелло, знаменитый подвиг которого увековечен в памятниках, он белорус, он родился в Кареличах, его папа там работал. В последующем они переехали в Россию, и он служил в пожарной охране в Муроме, а потом только стал летчиком и совершил свой знаменитый огненный таран. Спасатели возложили цветы и почтили память героев Великой Отечественной войны минутой молчания. На мемориальной доске выгравированы имена Ивана Бойкова, Тимофея Полянина, Петра Копытова, Михаила Кострова, Андрея Полозова. Ведь страна должна знать своих героев, героев огненных битв, которые под бомбами и снарядами, не жалея жизни, отстаивали народное достояние. Так же, как сегодня, с огнем и ненастьем борются их коллеги, спасатели Брестского областного управления МЧС. К сожалению, количество пожаров, количество погибших в сравнении с прошлым годом увеличивается. Мы отмечаем рост количества погибших на 46%. 57 человек погибло в огне. Основные причины – это неосторожное обращение с огнем, это личная небрежность граждан. Сегодня скорректированные наши программы по обучению населения мы ведем широкую профилактическую работу. И, тем не менее, вопрос безопасности, он остается, конечно, основным вопросом для наших граждан. Количество погибших на воде несколько снижено, но с учетом высоких температур, конечно, мы ведем также работу на водоемах, ведем профилактику. И сегодня отмечаем, что, опять же, к сожалению, граждане проявляют определенную небрежность. Естественно, сегодня все подразделения МЧС работают на усиленном варианте несения службы. Мы отмечаем, опять же, сложные погодные условия в связи с прохождением грозы и ветра. Необходимая помощь была оказана тем районам, которые пострадали у нас. Это шесть районов попали в зону. Сегодня нарушений жизнедеятельности населения нет. Сегодня все восстановленные электроснабжения во всех домах восстановлены, поэтому ведутся ремонт и восстановление тех домов, которые пострадали. Следующий пункт в рабочем расписании министра по чрезвычайным ситуациям Вадима Синявского – коллеги Абрестского областного управления МЧС, на которые были подведены итоги работы подразделения в первую половину 2024 года и поставлены задачи на второе полугодие. Одной с тем обсуждением стала ликвидация последствий непогоды и работа в экстренных ситуациях. Мы никогда в современной истории Республики Беларусь такого грозового фронта не испытали здесь в стране. Такого разрушительного ветра, такого разрушительного бурана, который повредил не только жилье граждан, но и фактически обрушил электросистему Гомельской области в ряде регионов. Такого не было никогда. Это достаточно сложные последствия, с которыми приходится сегодня сталкиваться по их восстановлению. Что сегодня сделано? Самое главное, что в подавляющее большинство, а их было более трех тысяч населенных пунктов, подана электроэнергия. Остается где-то порядка 400 населенных пунктов, которые мы еще не смогли запитать электроэнергией, точнее энергетики не смогли. Мы не смогли обеспечить доступ к тем поваленным деревьям, к тем линиям электропередач, которые были разрушены. Это такая кропотливая работа, сложная работа. Но сегодня собраны бригады энергетиков со всей страны. Сегодня мы максимально поставили все дизель-генераторы на территорию Гомельской области для того, чтобы оперативно подключить населенные пункты к электропитанию, для чтобы люди могли спокойно обеспечивать свою жизнедеятельность. Сегодня стоит еще один очень важный вопрос. Это ликвидация последствий завалов леса и ликвидация последствий, которые было нанесено посевом сельхозугодий. Тоже такой немаловажный момент. Это все подлежит оценить, посмотреть, минимизировать последствия. Но то, что было уничтожено, конечно же, надо будет подумать, как эти все вопросы будут урегулированы. Уровень главы государства, правительства страны, министерства по чрезвычайным ситуациям как координатора вопросов ликвидации последствий Гомельского областного исполнительного комитета, Могилевского областного исполнительного комитета. Это больше всего пострадавших. По Бресту за губернатором мы переговорили, по большому счету все вопросы решены. Осталось там порядка 100 домов, которые необходимо кровли восстановить. Эта работа ведется планово, все вопросы будут решены в ближайшее время. Бригады сформированы, стройматериалы поставлены, все вопросы будут решены. Самое главное, что здесь не погибли люди. У нас, к сожалению, есть 6 человек погибших. Закончилась рабочая поездка министра по чрезвычайным ситуациям в окрогородке Муховец. Здесь прошла церемония открытия нового здания пожарно-аварийно-спасательного поста. Открытие нового подразделения аварийно-спасательного, которое сегодня мы проводим здесь, в Муховце Брестского района, в очередной раз подчеркивает важность и необходимость развертывания наших пожарно-аварийно-спасательных подразделений в интересах территорий и населения, которые на нем проживают. Только с этой целью ведется работа кропотливая по совершенствованию развития инфраструктуры для обеспечения устойчивого функционирования самой системы предупреждения о ликвидации чрезвычайных ситуаций, ну и, конечно же, ее реагирование. Такие посты – это украшение не только населенного пункта, как здание, в котором будет поддерживаться должный порядок, наводиться необходимые условия для несения службы личным составом. Но самое главное – здесь будут выполнять задачи наши коллеги, которые эффективно обязаны решать задачи по ликвидации последствий стихийных бедствий. Новый пожарно-аварийно-спасательный пост – важный и крайне необходимый объект для жителей Брестского и Малорицкого районов. Под охраной муховицких спасателей теперь находится 186 садовых товариществ и 29 населенных пунктов. Также этот пост будет привлекаться для ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожаров на территории Малорицкого района. Открыт новый пожарный пост. Почему было принято решение именно на территории Муховицкого сельсовета это сделать? Потому что тут, помимо местного, постоянно проживающего населения, расположено 135 садовых товариществ, где в сезон проживает порядка 20 тысяч человек, в основном жители города Бреста. Поэтому зона обслуживания очень большая, и старый пост, естественно, уже не выполнял, не в полной мере выполнял эти функции. Поэтому в канун 80-летия освобождения Брестского района, в канун праздника спасателя сделан такой вот прекрасный подарок. Я думаю, все жители Муховицкого сельско-исполнительного комитета будут уверены в том, что если будет необходимость, своевременно приедут спасатели, которые помогут разрешить любую сложную сложившуюся ситуацию. Пост оборудован всем необходимым, от спасательного оборудования до комнаты отдыха и приема пищи. В распоряжении местных пожарных два автомобиля и техника для устранения чрезвычайных ситуаций. Есть учебный класс и место для занятия физической подготовкой. Открытие нового пожарного рельно-спасательного поста в агрогородке Буховец является основной задачей по обеспечению безопасности населения, проживающего на территории Брестского района. В здании данного пожарного рельно-спасательного поста на вооружении будет находиться два пожарно-аварийно-спасательных автомобиля. Данное здание обеспечено всеми бытовыми помещениями для обеспечения соответствующих санитарных условий для несения службы личным составом. Оборудование в этом здании уже самое современное, поэтому граждане, проживающие на территории не только Муховецкого сельского исполнительного комитета, но и на территории всего Брестского района, могут быть спокойны за свою безопасность. Наша служба всегда придет на помощь. Василина Буцкевич, Эдуард Бакунович, Юрий Лимонтович. Итоги недели. Следующий материал программы касается каждого человека и всех нас, брещан. В городе проходит месячник по благоустройству, озеленению и наведению порядка. В рамках мероприятий, проходящих в областном центре, запланирован целый комплекс работ. Асфальтирование, озеленение, установка новых лавочек, реконструкция жилых домов и замена лифтов. В частности, порядок наводят на остановках общественного транспорта, на прилегающих к предприятиям, организациям территориях, в гаражных кооперативах и садоводческих товариществах. Какие работы уже проведены и как наведение порядка у своего дома поощряется городскими администрациями, расскажем в следующем сюжете выпуска. В Бресте проходит месячник по благоустройству. Он приурочен ко дню города и его цели объединить субъекты хозяйствования и жителей областного центра в едином порыве, совместными усилиями навести порядок на своей земле. Трудится и коммунальная служба, ведь лета – идеальная пора для многих сезонных работ, в частности, асфальтирования. Если касается планов на этот год, то они для города Бреста довольно-таки обширные. Это касается и уличной дорожной сети, это и озеленение города, и благоустройство каких-то определенных локаций. У нас сейчас проходит в городе Бресте месячник по благоустройству. С прошлого года взяли за практику проводить его не два раза в год, как было ранее, а уже три раза в год. Понятно, это весенний, сейчас проходит летний, естественно, будет осенний. Месячник приурочен к проведению дня города, в том числе он заканчивается буквально на следующей неделе, стоит огромная задача сделать город максимально красивым к данной памятной дате. Если говорить конкретно по объектам, по локациям, то мы действительно вошли в ремонт уличной дорожной сети довольно-таки обширно. Сейчас работаем на улице Городская, прокладываем пешеходные связи, укладываем новое асфальтовое покрытие. Она будет сделана частично, вторую часть будем завершать в следующем году. Завершить работы по улице Свято-Фанасьской стоит задача. Улица Орловская, те проблемные точки, которые мы тоже видели и знали. Это касается и пешеходных связей, которые в том числе затрагивают и учреждения образования, которые находятся на данной локации. Уже часть работ завершена, а часть, естественно, не продолжается, будет продолжаться после проведения Мечника. В принципе, если говорить про уличную дорожную сеть, это порядка 30 объектов, которые затрагиваются на этот год. Порядок наводится и в дворовых территориях. Благоустраиваются клумбы, обновляется тротуар, устанавливаются детские площадки. Большой фронт работы запланирован на проведение и благоустройство дворовых территорий. На прошлом году взяли практику, которая была доведена не менее 20. В этом году мы стараемся данную практику поддерживать. Уже сделано порядка 7 дворовых территорий. Это касается и центральной части города, это касается и спальных микрорайонов. Завершены работы по улице Кривошейна 9. Довольно-таки классная дворовая территория получилась. Советская 24 сейчас находится в стадии завершения, где мы смогли не только благоустроить дворовую территорию, но и сделать освещение, которое людям, в принципе, не хватало на данном кусочке небольшого пространства. Работаем на улице Интернациональной по дворовым территориям. Тоже дома, которые подверглись в прошлом и в текущем году капитальному ремонту, мы стараемся подходить в комплексе и делать это не только капитальный ремонт дома, но и заходить туда, стараться с благоустройством. Мы охватили дворовую территорию в количестве трех замкнутых, два дома после капитального ремонта, один дом кооперативный, который изъявил желание в том числе долевое участие на проведение данных работ. В настоящее время работаем на улице Советская, возле ЦУМа. Там существовала проблема парковочных мест, делаем расширение парковки, которая там. Естественно, ко дню города мы эти работы завершим и сделаем цветочное оформление данного участка улицы. Чтобы Брест по праву мог назвать себя цветущим городом, специалисты коммунальника ежедневно высаживают новые сорта цветов, прокладывают новые аллеи, занимаются обрезкой деревьев и покосом травы. Так что ко дню города глаза обрещанных гостей областного центра будут радовать новые интересные цветочные композиции. Ежедневно не менее 5000 цветов в городе высаживается. Это такая цифра усредненная, потому что мы и по 25, и по 30 тысяч бываем в сутки сажаем в зависимости от локации. То есть у нас преобразилась, увидели улица Машерова, то есть у нас появились новые цветочные композиции на площади Свободы. В частности, к дню независимости и к месячнику мы облагородили памятник освобождения города Бреста, который действительно заиграл новыми красками. Кто был в вечернее время, может уже оценить эту красоту, которую мы сделали. И в это место, ну, не то, что в него всегда было приятно приходить, и нужно приходить. Сейчас это стало такой точкой, которая, ну, нуждалась в реконструкции, мы ее провели, в принципе. По цветочному оформлению, видимо, что изменяются остановочные пункты. К дню города у нас будет локация для горожан, останется сюрпризом, но, думаю, увидите. Мы постараемся поиграть с мостовыми сооружениями, мы постараемся сделать проспект Машерова интересными композициями. Ну, про фитостены уже, я думаю, тоже видели. Мы устанавливаем композиции, которые у нас и там, где надпись «Я люблю Брест», да, возле театра нашего, и в том числе в городском саду. В летний период проводится и масштабная работа по ремонту жилищного фонда. Так работы проходят на улицах Набережная, Ленина, Интернациональная. Также в рамках государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» коммунальные службы осуществляют замену лифтов. Запланировано 31 жилой дом. Это минимум, который мы себе тоже поставили. Это более 140 тысяч квадратных метров. За первое полугодие мы выполнили доведенные показатели ввели 45 тысяч квадратных метров. Это 8 жилых домов ввели в эксплуатацию после капитального ремонта. Оставшаяся часть домов будет введена в эксплуатацию до конца года. Сейчас ведутся работы действительно на улице Набережной Франциской Скорыны, дом, называемый «Книжка». То есть одну мы сделали в прошлом году, вторую мы сделаем в этом. Я думаю, в следующем году мы завершим этот участок Набережной. Мы приступили к капитальному ремонту дома «Интернациональная 25». Это тоже жилой дом, который выходит непосредственно на, я думаю, одну из достопримечательностей города Бреста, потому что именно в Бресте находится самая длинная Набережная. Естественно, когда по ней прогуливаешься, хочешь видеть только приятные виды, не только со стороны реки Мухаец, но и с противоположной. Поэтому «Интернациональная 25». Сейчас мы работаем на Ленина 4, жилой дом, который находится напротив парка 1 мая. Той же дом, который давно нуждался в проведении капитального ремонта. И мы уже приступили. Подрядчикам выступают. Борьям стоит рест. Я уверен, что они до сентября месяца завершат выполнение работы именно на этом доме. Ну, также кооперативный один. То есть у нас очень много локаций, на которых работают непосредственно подрядчики. Все подрядчики у нас определены. Поэтому все работы будут по капитальному ремонту жилищного фонда завершены. Что касается еще жилищного фонда, то программа замены лифта у нас продолжает действовать и в текущем году. Доведенный показатель 41, замена 41 лифта. Мы понимаем, что мы вошли в плановую замену лифтового оборудования, когда у нас в городе Бресте уже не эксплуатируются лифты с превышенным нормативным сроком эксплуатации. То есть мы осуществляем исключительно плановую замену. За первое полугодие мы заменили 27. То есть у нас остается небольшое количество лифтов. И понятно, что с учетом передаваемых уже в общежитие других организаций, мы этот показатель будем увеличивать и будем продолжать его наращивать. Районные администрации не отстают марафоне чистоты и порядка. Ежегодные москвичи и ленинцы проводят конкурсы по благоустройству дворовой и прилегающих территорий среди предприятий и жилых домов. Большая работа проделана по подсветке фронтальной, праздничной. В частности, улицы Ленина дополнительная подсветка появилась на зданиях. Также по проспекту Машерово, по пешеходной улице Советской, в сквере Иконниково тоже дополнительная подсветка была задействована. На площади Свободы фронтальная подсветка дорожек, лавочек, подсвечиваются барельефы. И по аллее Мискевича, Белалка была организована подсветкой разноцветной деревьев. Также большая работа сейчас проделывается с пешеходной улицей, с объектами торговли, социальной сферы. То есть, если раньше, в прошлом году около 30 торговых объектов приняли участие в цветочном оформлении своих заведений при входе прилегающей территории, то сейчас порядка 120 данных объектов. Также параллельно проводится конкурс «Цветы родному городу», где задействованы летние площадки общепита. Конкурс проходит до конца лета, после чего будет проводиться интерактивное голосование, где выберут лучшие летние площадки. Также со стороны администрации Ленинского района проводится конкурс «Смотр по благоустройству Ленинского района». Там участвуют учреждения предприятия, бюджетные предприятия, дошкольного образования, среднего образования учреждения, также многоквартирные жилые дома. То есть, задача конкурса – это приведение в эстетический вид фасадов, прилегающих через собственные территории, какие-то инсталляции, цветочное оформление. С июня по август месяц проводится конкурс «Краски Московского района». Это цветочное оформление объектов торговли и общественного питания. Естественно, победитель будет вознагражден денежным призом. Также хочу поблагодарить всех граждан неравнодушных, которые принимают личное участие в наведении порядка, поддержании порядка на территориях. И хочу всех призвать в любимом Бресте «Наведем порядок вместе». Василина Буцкевич, Дмитрий Литвенюк, Юрий Лимонтович. Итоги недели. В эфире программы «Итоги недели» мы продолжаем выпуск. Война ранит сердца и жизни людей разных народов. Ее последствия навсегда останутся в истории мира. Все, что остается внукам, правнукам, а уже и праправнукам – отдать дань памяти героям своей Родины. 34-й этап Международного марша мира – своеобразная акция России в поддержку сохранения исторической правды о событиях Великой Отечественной войны, а также создание партнерских отношений с общественностью городов Беларуси. 18 июля участники марша посетили Брест. Анастасия Пашкевич с подробностями. Великая Отечественная война коснулась многих народов и оставила свой кровавый отпечаток в Беларуси. Те непростые годы пошатнули привычный жизненный устой, омрачили светлые будни и уничтожили большую часть населения страны. Люди боролись за свободу, за свои семьи, за Родину. Это печальный опыт. Нам остается лишь чтить и уважать своих героев и отдавать дань памяти погибшим на поле боя. Так, по случаю 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков был организован 34-й этап международного марша мира. Мы сегодня собрались здесь, у Вечного огня, мемориального комплекса «Брестская крепость героев», чтобы возложить цветы и отдать дань уважения защитникам Родины, тем, кто освобождал от фашизма не только нашу страну, но спас нет от фашизма. У нас единые корни, мы братья славяне, мы неделимые. Это было исторически. Сегодня трудно найти в Белоруссии, я не говорю о городах, самую маленькую деревню, которую не освобождали русские люди. И, конечно, мы это помним, свято помним. Поэтому сегодня мы и здесь. Российский фонд мира, как и Белорусский фонд мира, это старейшие общественные организации. И созданный Советский фонд мира еще в 1961 году, всегда два отделения наших государств работают вместе. И главная программа наших фондов мира – это память народная. Визитная карточка нашего областного отделения Курской области фонда мира России – это Международный марш мира. И в этом году мы приняли решение единогласно посвятить этот марш именно 80-летию освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков. Мы составили программу этого марша и решили, что все шесть областей Беларуси достойны того, чтобы куряне познакомились с героической историей прошлого, с настоящим и с опытом работы миротворчества в Республике Беларусь. 34-й этап Международного марша мира берет свое начало в Курской области. Задачей проекта является оказание чести погибшим в годы Великой Отечественной войны, а также подписание соглашений о сотрудничестве с учебными заведениями Беларуси. Пройдя Витебск, Минск и Гродно, участники, наконец, оказались в Бресте. В первую очередь они посетили знаменитую Брестскую крепость. Порядка 40 человек делегаций из России возложили цветы к вечному огню и в знак выражения скорби почтили память павших минуты молчания. Сегодня мы здесь в святом для всех славянских народов месте в крепости Герои Брест. Мы уже бывали здесь не однажды, представители нашего региона, но каждый раз, посещая это место, невозможно не чувствовать гордость, горечь, память, без слез посещать это место, потому что действительно то горе, которое испытали в семье наших государств, оно и поныне кровоточит это рано. Вместе с тем, город Курск – это город воинской славы. И мы очень горды тем, что ваша республика, представители ваш город Брест и Брестская крепость, наш город Курск внесли свой вклад в победу в Великой Отечественной войне. Поэтому на наших знаменах, в наших речах всегда звучат такие слова. Мы помним, мы гордимся, мы продолжаем эстафету поколений для того, чтобы никто не имел права переписывать историю нашей страны. Анастасия Пашкиев, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович, Новости Бреста. Продолжение темы. В рамках 34-го этапа Международного марша мира, направленного на укрепление Содружества наций, школа номер 62 из российского Курска и гимназия номер 2 города Бреста подписали соглашение о сотрудничестве между школами. Это важный шаг в укреплении связи между странами и развитии культурного обмена. Анастасия Панасюк продолжит тему. В Бресте пришла международная патриотическая акция под названием «Марш мира», посвященная 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Организатором мероприятия выступило Курское областное отделение Российского фонда мира, которое собрало участников из России и Беларуси. Цель мероприятия – сохранить историческую правду о Великой Отечественной войне, познакомиться с культурой и традициями Беларуси, обменяться опытом миротворческой работы и расширить сотрудничество с представителями разных регионов. Особенность нынешнего марша в том, что он проводится в год 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Поэтому я как вижу, что основные силы направлены именно на поездку в Беларусь. Мы сегодня уже шестые, шестой областной центр, которые принимают участников международного этапа 34-го марша мира. Сегодня будет подписано соглашение между школой, нашей учебным заведением, гимназией номер 2 и Курской школой номер 62. Это только соглашение, все впереди. Поэтому мы еще пригласили сюда представителей отделов по образованию Брестского района, заместителя начальника, заместителя председателя Брестского райисполкома. Для того, чтобы, если кто-то желает из Курской области установить такие отношения с сельскими школами, он сегодня может договориться и в перспективе мы тоже можем подписать такое соглашение. А даже и без соглашения отношения, мы можем дружить, мы можем сотрудничать. Вот нас это ни к чему сегодня не обязывает, если есть у нас желание. Марш продлится 6 дней, во время которых участники преодолеют маршрут длиной более 3000 километров, проходя через все областные города Беларуси и подписывая соглашение о сотрудничестве наших школ. Прежде всего, разрешите мне от всей нашей делегации сердечно и радушно поблагодарить белорусскую сторону за теплоту приема, за теплоту ваших сердец и за то радушие и гостеприимство, которым мы окружены буквально с первых минут пребывания на белорусской земле. Как уже было сказано, марш мира – это традиционное мероприятие нашего регионального отделения, основная задача которой – передача эстафеты поколения, исторической памяти. Не случайно, что в делегации нашей находятся в основном общественные деятели, учителя, воспитатели детских садов, те люди, которые непосредственно отношение имеют к воспитанию подрастающего поколения. И вот с первых минут, когда мы пересели границу Российской Федерации и Белоруссии, на Витебской земле мы ощутили теплоту ваших сердец. Поэтому за нашими плечами Витебск, Минск, посещение уникального места, Хатынь и Гродно. И сегодня приехали в Брестскую область и посетили самое святое место на вашей земле – это Брестскую колебность. В Бресте церемония подписания соглашения прошла в торжественной обстановке, на которой обе стороны выразили надежду на плодотворное сотрудничество и активное взаимодействие. А обмен опытом и знанием между коллективами образовательных учреждений позволит эффективно применять современные методы обучения, а также обогатит образовательный процесс новыми идеями и подходами. Подписание данного соглашения отражает стремление к школам к дальнейшему улучшению качества образования. Сегодня состоялось подписание соглашения между государственным учреждением образования гимназия номер 2 города Бреста и школой номер 62 города Курска. Данное соглашение направлено на формирование дружеских отношений между учащимися гимназией и учащимися школой города Курска. Мы планируем совместное проведение различных олимпиад, конкурсов, различных мероприятий воспитательного характера и очень надеемся на то, что наше сотрудничество будет очень тесным. Данное соглашение станет стартовой точкой для многих проектов, направленных на совместное развитие и сотрудничество наших школ в различных регионах. Анастасия Панасюк, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лемонтович, Новости Бреста. Вступительная кампания 2024 подходит к своему экватору. Напомним, что с 27 июня начался прием документов на целевую форму обучения и документов победителей предметных олимпиад. С 12 по 17 срок подачи документов для остальных абитуриентов, желающих поступить на бюджетную форму обучения. В вузах города над Богом всю неделю ажиотаж. Будущие студенты и их родители делают финальный выбор, который решит судьбу юношей и девушек на ближайшие несколько лет. Как проходит вступительная кампания, какие специальности выбирают будущие студенты, расскажем в следующем сюжете выпуска. Для того, чтобы узнать, как проходит вступительная кампания 2024, наша съемочная группа отправилась в ведущий образовательно-научный центр подготовки высококвалифицированных специалистов Брещины, Брестский государственный технический университет. Сегодня его структура насчитывает 5 факультетов и 28 кафедр, в том числе военную кафедру. Вуз обеспечивает образование более чем 7 тысячам студентам и уже готов принять новых первокурсников. В текущем году Брестский государственный технический университет набирает абитуриентов на более чем 30 профилизаций и специальностей. План приема на бюджетную форму обучения превысил 650 человек, причем явно доминирует дневная бюджетная форма получения образования, и более 600 человек мы принимаем на платную форму получения образования. Здесь уже определенный паритет между дневной и заочной. Могу сказать, что на текущий момент мы видим большую востребованность практически всех специальностей у абитуриентов, как новых специальностей, таких как, например, производство изделий на основе трехмерных технологий, где уже конкурс, хотя еще два дня приема, и я полагаю, что конкурс будет еще выше, так и классических специальностей, связанных со строительством, строительной инженерией, машиностроением, автоматизацией технологических процессов и рядом иных. В этом году победители международных и республиканских олимпиад, конкурсов профмастерства имеют возможность поступить в ВУЗ без экзаменов. Для них также был организован отдельный набор с 27 июня по 2 июля. Сегодня мы действительно видим и изменение качественного состава абитуриентов. Так, в этом году, благодаря корректировке правил приема, получили возможность, как медалисты, поступать без вступительных испытаний в региональные ВУЗы. И мы видим, что уже на отдельных специальностях фактически конкурс среди медалистов на те места бюджетные, которые могут быть согласно правилам приема, для них отведены. Также в этом году у нас уже пришли ребята, которые имеют право поступать без вступительных испытаний, являясь выпускниками национального детского технопарка. Это также отрадно и говорит о том, что многие направления подготовки в Брестском государственном техническом университете котируются не только среди работодателей, среди которых мы часто видим очереди за выпускниками, но и среди абитуриентов. Фактически все категории еще перечислять рано, потому что на данный момент медалистов у нас более 50, хотя еще, думаю, будет еще больше. Победители Олимпиад университетских, 15 человек к нам подало документы, это фактически 80% от победителей нашей Олимпиады. Ряд подготовленных ребят поехало в Минские вузы, но большинство остались у нас. Изменения коснулись абитуриентов, поступающих на заочную форму обучения. Теперь для поступления как на платной основе, так и за счет средств бюджета, будущим студентам необходимо иметь стаж работы по испранному направлению образования не менее 10 месяцев на дату подачи документов. Для того, чтобы поступить на заочную полную, так называемую форму получения высшего образования, сегодня требуется наличие стажа не менее 10 месяцев, связанного с работой в определенной сфере, как для поступления на бюджетную форму, так и на платную. Сегодня мы видим, что, конечно, это определенное ограничение, но достаточное количество абитуриентов, которые уже работают, окончили школу ранее, не в этом году, а ранее, соответствуют этим требованиям. И на текущий момент фактически все места, связанные с заочной полной формой, бюджетные, мы их мониторим ежечасно, фактически для себя, они уже заполнены. Ну и на платную форму, я тоже думаю, даже в отдельных случаях будет конкурс. Поэтому это ограничение, оно связано только с одним обстоятельством, для того, чтобы выпускники школ, которые только-только завершили обучение, не шли на заочную форму, так как, наверное, это неправильно. Тот, кто желает работать, он может пойти работать, затем, созрев к тому, что нужно получать еще и высшее образование, прийти на заочную через какое-то время. А непосредственно выпускник школы текущего года, конечно же, это правильно, если идет на дневную форму, бюджетную либо платную, получает качественное образование. Из Брестского государственного технического университета ежегодно выпускаются сотни специалистов высокого класса. Они востребованы у заказчиков кадров и умеют работать с современными технологиями. Поэтому неудивительно, что на поступление в ВУЗ выстроилась очередь. На экономический факультет, специальность логист, на заочную форму обучения. Я в среднем закончила логиста и получается высшее буду. То есть колледж закончил? Да, да, в среднем специально. Машиностроение, машиностроительный факультет, технология машиностроения, ну там, смотря, куда приду. А почему вы говорите? Ну, больше упирался по баллам. То есть, что-то пытался выбрать лучшее из мною набранных баллов. Университет подготовился к наплыву поступающих. На первом этаже работают волонтеры и сервисного студенческого отряда ВУЗа, которые охотно и безвозмездно помогут вам заполнить документы, завести личный кабинет или распечатать необходимые бумаги. Я уже второй год работаю в сервисном отряде, в приемной комиссии. В мои задачи входит проверка документов, а также некая помощь и консультация студентов по поводу специальностей. Как студент я уже имею некий опыт и прошла уже, скажем так, половину обучения, поэтому могу где-то подсказать и ответить на их вопросы. То есть, здесь мы помогаем будущим опюрентам максимально во всем. То есть, здесь мы можем помочь им распечатать документы, где-то сделать ксерокопию. Также помогаем им в создании личного кабинета. Кстати, приятные новости ждут выпускников инженерных классов. В 2025 году они смогут поступать без экзаменов, пройдя курс подготовки на базе учреждений среднего образования. Напомним, что Бреста таких классов два. В средней школе номер 20, в гимназии номер 2. Фактически, глобально профильные классы инженерной направленности, они заработали в прошлом году, и ребята перешли только в 11 класс. Именно для этой категории ребят в следующем году, я полагаю, будет предоставлена льгота согласно правил приема поступления без вступительных испытаний на технико-технологический профиль специальностей. В этом году пока выпускников инженерных классов, которые обладали бы таким правом, еще просто нет. Но мы имеем опыт, здесь мы имели пилотный проект с 20-й школой города Бреста и со второй гимназией, а также с нашим надежным заказчиком кадров Брест Облгаз, когда инженерные классы мы фактически запустили ранее, на год опередив весь этот страновой проект. И выпускники фактически были уже в прошлом году, в этом году, да, они поступают на общих основаниях, но это очень подготовленные ребята, которые делали уже в школе хорошие проекты, проекты, которые даже были удостоены патента. Прием документов на бюджетную форму обучения в Брестском государственном техническом университете завершен. Конкурс по ВУЗу составил практически два человека на место. На отдельной специальности семь человек на место. Всего на 533 места для обучения за счет средств республиканского бюджета в технический университет подали документы 976 человек. Материна Буцкевич, Дмитрий Литвинюк, Ну а мне остается только добавить. Это было ваше телевидение, семейный канал БУК-ТВ. Я, Виктория Агапутина, говорю вам до встречи и, как всегда, желаю мира, стабильности, здоровья и добрых новостей в ваших домах. Редактор субтитров А.Семкин